Житель поселка Актау, который из-за несчастного случая на работе стал инвалидом, не может добиться компенсации от бывшего работодателя. Молодой человек требует от компании 5 миллионов тенге. Сейчас у пострадавшего нет денег, чтобы сделать необходимые операции. Сюжет Динары Сартаевой. Хочу бы. Жить хочу бы. Ерлану Берегбол, 22 года. Он инвалид и теперь никогда не сможет иметь своих детей. Не проработав и месяцев подрядной организации в Балхаше, молодой человек вернулся домой калекой. Несчастный случай произошел год назад на производстве корпорации «Казахмыс». На голову Ерлана упала труба. Родные пострадавшего говорят, что тогда руководство подрядчика поручило ему выполнять чужие обязанности. За это время даже никто не приехал, не спросил, как у него дела, как здоровье. Вот такое у нас положение. Поэтому обратилась на телевидение. Пусть знают, кто кому как помогает. Мой сын уже год как мучается. Нужно делать операцию, а денег на это нет. Он сильно изменился, стал замкнутым. Ни с кем не разговаривает. Около сердца и легкого образовались гематомы. Сильные боли не дают уснуть. Начались проблемы с мочевым пузырем. Недавно молодой человек перенес тяжелую урологическую операцию в Астане. Операция прошла успешно, однако, по словам самого Ерлана, ожидаемого результата нет. Сейчас ему требуется повторное лечение. Никакого помощи нет. Только мама моя что-то принесет, спирт обработает. Даже нету ничего тут. Ни повязки нету, ничего нету тут. Просто открыть-то футболку вот этот. А там уж заражение пойти, что-то. Ну, нету ничего. А где я возьму, сейчас пойду? Состояние парня требует постоянного внимания со стороны медиков. Однако, сделать элементарные перевязки врачи отказываются. Все дело в том, что договор между медицинскими учреждениями Актау и Тимиртау просрочены. Заливаю. И с этого я промываю. Канал промываю. Ночью не сплю, чтобы промыть, чтобы не забилось. Тем временем, родственники Ирлана подали в суд на организацию «Самвид Нурстрой». Требуют подрядчика выплаты единовременной компенсации в размере 5 миллионов тенге. Эти деньги, по словам родных, потерпевшего должны покрыть материальный и моральный вред. Первый суд уже прошел. Однако, не в пользу Ирлана Берегбол. Позвали на работу, пригласили в работу. Что говорили мне делать, я делал. Указывали, вот это сделай. Режь, железки резал. Прораб. Прораб. Он за людьми смотрел. Кому варушки давал, кому это. А сейчас никто не приходит. На мою маму говорят. Иди, куда хочешь. Кому хочешь. Жалуйся, ничего не получится. Сам директор компании, в которой работал Ерлан, комментировать что-либо на камеру отказался. Со слов управляющего подрядной организации, их бывший сотрудник ежемесячно получает от компании денежную компенсацию в размере 85 тысяч тенге. Однако, родственники требуют единовременную выплату 5 миллионов. Со слов директора, выплатить такую сумму он не может, поскольку в организации таких денег попросту нет. Чем закончится разбирательство между работодателем и бывшим сотрудником, покажет время.